Всем привет, друзья, с вами Дедушка. Наконец-таки мы получили релизную версию iOS 15.1. Компания все-таки добавила сюда все те функции, которые она убрала еще в релизной версии iOS 15. Будто SharePlay и, конечно же, сюда завезли несколько новых функций исключительно для айфонов 13. И еще всякие мелкие дополнения, которые мы обязательно сегодня протестируем и посмотрим, где и как их можно будет включить. Также, конечно же, мы протестируем аккумулятор и в целом посмотрим на работу устройства айфона 11 на этой версии iOS. Давайте приступать, поехали! Основное нововведение iOS 15.1 предназначено именно для айфонов 13, а конкретно для их камеры. Ведь их камера поддерживает возможность съемки в режиме ProRes и также режим Auto Macro. Теперь, если перейти в настройки, мы увидим здесь две отдельные плашки для включения режима ProRes и Auto Macro. После этого можно будет записывать видео с помощью формата ProRes и также использовать возможности макросъемки на айфонах 13 и 13 Pro. Еще в бета-версии iOS 15.1 компания Apple предварительно исправила проблему разблокировки айфонов 13, используя Apple Watch. Да, напомню, в релизной версии iOS 15 компания Apple полностью накосячила с этой функцией и 13 iPhone нельзя было разблокировать с Apple Watch на iOS 15 релизной версии. Позже компания Apple выпустила iOS 15.01, которая исправляла эту проблему, но и теперь в релизной версии iOS 15.1 эту проблему полностью исправили. И вы снова сможете разблокировать свой 13 iPhone, используя Apple Watch. Если перейти в приложение Apple Watch, здесь на приветственном экране мы увидим новый Apple Watch серия 7, продажи которых уже начались в России. И если вы захотите создать пару со своими новыми Apple Watch, вы также сможете это сделать. В FaceTime наконец-таки полноценный SharePlay завезли, и он отображается на панели управления в виде вот этой вот пятой иконочки, нажав на которую мы видим общий экран. Однако, если перейти в приложение музыка, здесь мы видим автоматическое уведомление, которое у нас всплывает о возможности использования этого самого SharePlay. Если мы начнем воспроизводить какую-либо песню, она автоматически будет транслироваться нашему собеседнику, если мы, конечно же, нажмем кнопочку воспроизвести по SharePlay. Точно так же это будет работать и в приложении Apple TV. Мы начинаем просмотр какого-то фильма и нажимаем кнопочку воспроизвести по SharePlay этот самый фильм. И он точно так же будет транслироваться нашему собеседнику. Как видите, работает все максимально просто и быстро. И если вы часто общаетесь по FaceTime с вашими друзьями, эта функция, скорее всего, будет для вас очень полезна. Одним из самых незаметных изменений, которое произошло в iOS 15.1, это изменение иконки объявления вызовов. Как для обычных разговоров по телефону, так и для разговоров по FaceTime. Как видите, теперь иконки стали более интерактивные. Для жителей США компания Apple предоставила возможность добавить сертификат о вакцинации от коронавируса прямо в Apple Wallet. Как вы понимаете, в США эта функция сможет быть реально полезна. Для нас пока эту функцию не добавили. Еще летом компания Apple добавила в AirPods возможность использования пространственного стерео. Сейчас в релизе iOS 15.1 компания Apple полностью выделяет отдельную категорию для возможности отслеживания головы. Если ранее мы заходили в громкость при использовании AirPods и прослушивании музыки, и здесь видели кнопку использования стерео в пространстве, то она была нефункциональна. Мы просто на нее нажимали и включался режим пространственного стерео. Сейчас же, если мы на него нажимаем, мы видим возможность включения нескольких режимов. Например, статичный, либо отслеживание головы. Все эти режимы теперь отдельно можно выбирать и переключать. Ранее здесь по умолчанию всегда при включении пространственного стерео работал режим отслеживания головы. Те, кто пользуются приложением дом, могли заметить новый приветственный экран, который появился при входе в приложение. Так, например, приложение дом уведомляет о появлении новых функций, которые вы можете использовать в своем умном доме с вашим айфоном. То же самое касается и приложения подкасты. Если вы ими пользуетесь, то при входе в это приложение вы увидите новый приветственный экран. Это все изменения наиболее крупные, которые я нашел в iOS 15.1. Поэтому, если вы какие-то изменения из этих очень сильно ждали, то обязательно обновляйтесь и не медлите. Нововведение – это, конечно, здорово, но нас интересует то, как будет работать наше устройство. Самый распространенный баг, с которым столкнулись пользователи – это некорректное отображение имеющегося свободного места в хранилище айфона. Почему-то используемое либо свободное место постоянно скачет. Точно так же, как и хранилище системных данных. Оно постоянно показывает разные цифры. Совсем недавно я проверял, было 2 гигабайта, до этого был 1 гигабайт, а вот сейчас уже 4 гигабайта. И цифры эти постоянно изменяются. И не до конца понятно, сколько конкретно места на вашем телефоне занято, а сколько свободно, и сколько занимает место система. При этом само хранилище загружается, как правило, очень долго, тем самым сбивая нас полностью с толка. Пожалуйста, напишите в комментариях, имеется ли у вас такая проблема с хранилищем. И проверьте сами, до сих пор отображаются у вас корректно или же некорректно отображения системных данных в настройках хранилища айфона. Сразу должен вас предупредить. Если вы столкнулись с проблемами при установке iOS 15 на вашем айфоне, будто просто черный экран или зависшее яблоко, то решить эту проблему поможет вот эта вот программа. Кстати, если ваш айфон просто завис в режиме восстановления, то в этой программе есть кнопки, которые могут как выйти из режима восстановления, так и войти в режим восстановления, если вам это потребуется. С ее помощью можно решить большинство проблем, которые имеются или появились на вашем телефоне. Для этого тут предусмотрено два способа их решения. Есть как стандартный, так и более глубокий метод с исправлением большинства проблем. Давайте прямо сейчас попробуем решить проблему моего айфона. Выбираем стандартный метод и нажимаем начать. Программа самостоятельно скачает и установит прошивку, которая будет подходить для вашего айфона. Как видите, от нас же тут требуется просто минимум действий. Просто подключаешь айфон к компьютеру и выбираешь метод исправления, после чего программа легко справится с его ремонтом и вернет его к жизни. Если вы столкнулись с какой-либо проблемой на вашем айфоне, то попробуйте воспользоваться этой программой. С ее помощью вы быстро сможете решить большинство проблем, а от вас потребуется минимум действий. Ссылку на нее я оставлю в описании. Работает программа как для Windows, так и для Mac. Вторая наиболее распространенная проблема касается приложения YouTube. Многие из вас мне написали, что при попытке воспроизведения видео на YouTube, при нажатии конкретно на видео, видео не открывается с первого раза. А бывает еще так, что когда люди пытаются сворачивать это видео вниз, оно сворачивается с какими-то дикими подтормаживаниями. И да, вы знаете, действительно такое бывает. И даже на айфоне 11 такое бывает. Не так часто, конечно, как на других айфонах, но все равно такое имеет место быть. Мне кажется, что все дело не в айфоне, не в iOS, а конкретно в оптимизации приложения YouTube для iOS 15. Иногда бывает так, что при нажатии в любое место на экране сенсор вообще не откликается при использовании приложения YouTube. Однако бывает так, что даже можно просто видео перевернуть и приложение начинает сходить с ума. Сейчас же, как видите, на айфоне 11 все работает более-менее нормально. Обязательно указывайте в комментариях, как работает у вас приложение YouTube на вашем айфоне. Имеются какие-то проблемы или же нет. Еще один фейл мы могли наблюдать от приложения Instagram. Как видите, при входе в это приложение и входе конкретно в настройки, здесь мы могли видеть всего два элемента управления. Выйти и добавить аккаунт. И так по новой. Как видите, так же все это было разбросано по всему экрану. И было так на протяжении очень долгого времени, пока компания Instagram все это не исправила. Сейчас при входе в Instagram и в его настройки, здесь мы видим уже все на своих местах. Обязательно укажите в комментариях, столкнулись ли вы с такой проблемой. Еще одно системное приложение, с которым возникли проблемы, внезапно App Store. При попытке установить какое-либо новое приложение, как мы знаем, когда нажимаем загрузить, у нас на айфонах с Face ID появляется плашечка. Мол, якобы необходимо сканировать наше лицо для того, чтобы установить новое приложение. Так вот, совсем недавно эта функция не работала вообще. Лицо не хотелось сканироваться для того, чтобы устанавливать новое приложение. А после этого почему-то пропадала возможность работоспособности сенсора. Когда мы прокручивали ленту с приложениями, она не прокручивалась. Сенсор просто-напросто не чувствовал наш палец. Сейчас к релизной версии, слава богу, это исправили. И App Store теперь полноценно работает. И последнее, что до сих пор мучает многих пользователей, это неработоспособные виджеты. Вместо виджетов у многих пользователей просто черные квадраты. Все дело в том, что эти виджеты от сторонних разработчиков. Они нестандартные. Соответственно, эти виджеты не оптимизированы еще под iOS 15. Из-за этого они и не работают. Все, что остается сделать, это просто ожидать оптимизации этих виджетов, либо же их удалить. Так как разработчики могли на них просто забить и не оптимизировать их под iOS 15. Обязательно необходимо проверить, сколько времени уйдет на наш стандартный тест скорой запуска набора приложений. Так, например, на iOS 15.02 запуск приложений занимал порядка 1 минуты и 12 секунд. Однако на iOS 15 время было примерно таким же. Поэтому здесь никаких противоречий между запуском этих приложений нет. Все приложения запускаются примерно одинаково на iOS 15, на iOS 15.02 и на iOS 14.8. По оптимизации работы, на мой взгляд, особой работы не ведется. Если говорить про скорость запуска, они запускаются действительно одинаково. iPhone 11, на мой взгляд, работает просто хорошо на iOS 15, на iOS 15.01, на iOS 15.02, на iOS 15.1. Здесь, по отношению к другим iPhone, реально чувствуется хорошая работа и все приложения запускаются очень быстро. Как видите, на секундомере уже минута и за это время iPhone 11 справился с запуском большинства приложений. Сейчас запускает последнее приложение и, скорее всего, общее время запуска набора приложений будет 1 минута и, грубо говоря, 11 секунд. Что даже лучше, чем было на iOS 15.02 и, несомненно, лучше, чем было на iOS 15 релизной версии. Показатель немножечко лучше, но все равно лучше. Конечно же, протестируем, как iPhone 11 продемонстрирует свои результаты в тесте Antutu. Ведь в последнее время этот телефон работает, в принципе, адекватно и в тесте Antutu показывает тоже хорошие баллы. Обязательно указывайте в комментариях, какой средний показатель в Antutu на вашем iPhone 11 получается. Либо на вашем iPhone XR, либо на другом вообще iPhone. Просто потому что понимать, какие баллы между всеми iPhone получаются, чтобы можно было сравнить, насколько один из iPhone производительнее другого. Жду ваших комментариев. И вправду, по производительности, iPhone 11, судя по тесту Antutu, мы видим, что он стал лучше. Сейчас показатель получился 564 тысячи баллов. Хотя ранее в среднем показатель был 540-514 тысяч баллов. Время прохождения никак не изменилось, а вот показатель увеличился. Что, несомненно, хорошо. Тест батареи на iPhone 11 – это последний тест, который буду проводить. Телефон заряжен до 100%. Параметры теста следующие. Яркость установлена на максимум. Громкость – наполовину. Используем Wi-Fi, Bluetooth и AirDrop. Качество видео на YouTube установлено максимальное. Начинаем тест и посмотрим, за сколько времени iPhone 11 полностью разрядится. За первый час тестирования iPhone 11 разрядился на 18%. Осталось 82%. На втором часу потеряли еще 24% заряда. Остаток составил 58%. К третьему часу осталось 34%. Большая часть заряда уже ушла. Всего потеряли 66%. На четвертом часу тестирования заряд iPhone составил 9%. Общий разряд батареи – 91%. На оставшихся 9% iPhone 11 смог проработать еще 20 минут. И вырубился. Общее время работы получилось хуже, чем на iOS 15. Но по ощущениям кажется, что все-таки телефон стал держать дольше. iOS 15.1 стала первой версией в iOS 15, которая действительно получила крупное обновление. И тем самым система должна стать реально более оптимизированной и стабильной. Конечно, очень рад, что исправили большинство багов, которые мы имели ранее. И если вы хотите обновиться на более стабильную систему, даже если вы до сих пор находитесь на iOS 14, то iOS 15.1 как раз-таки такой системой может для вас стать. И в таком случае обновляться реально стоит. На этом у меня все. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Надеюсь, оно для вас было полезным. Как всегда, если вам понравились вот эти вот обои, вы можете их скачать в моем телеграм-канале по первой ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Здесь, конечно же, вы сможете найти огромное количество новостей, касающихся мира Apple, красивые картинки и также наш чат, в который вы сможете перейти и задать абсолютно любой свой вопрос, на который вам с радостью ответят. Увидимся в нашем чате и, конечно же, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Всем пока!